у вас дома стоит копилка для благотворительности допустим какой-то прекрасной организации например толдот и шарун и там вы каждый раз когда у вас есть возможность вы кидаете деньги можете ли вы когда вам нужна какая-то мелочь или какие-то купюры у вас нету наличных денег на вам нужно заплатить бебиситеру или уборщицы или нужно пойти купить хлеб можете ли вы одолжить из этой копилки которая предназначена для благотворительности деньги и потом туда вернуть тут есть разница если это копилка она нейтрально вы знаете что из этой копилки вы будете давать благотворительность есть районы есть места где стучатся в дверь и просят какие-то подаяния тогда вы знаете у вас есть уже это место вы идете туда и даете деньги оттуда потому что вы используете эти деньги для благотворительности если она нейтрально и это значит что это все еще ваши деньги и поэтому у вас есть разрешение одолжить потом вернуть но если это уже какая-то организация вам дала эту копилку там написано имя этой организации значит что эти деньги которые вы туда кладете это уже принадлежит этой организации тогда также как нельзя подойти к какому-то знакомому человеку на или незнакомому и вынуть у него деньги из кошелька чтобы потом ему вернуть их на нужно его согласие также здесь было бы в общем то нельзя брать деньги из копилки который принадлежит уже какой-то организации которые дали благотворительность поэтому чтобы все-таки эта возможность вас было каждый раз когда вы получаете такую копилку то вы должны сказать что пока я не передал все эти деньги уже на тот адрес этой организации они считаются все еще моим они принадлежат мне тогда у вас есть еще это возможность отложить оттуда деньги но с другой стороны когда вы возвращаете деньги нельзя давать больше потому что это считается ребит проценты и только если это все еще ваши деньги тогда вы можете вернуть больше но здесь интересный аспект есть если вы хотите чтобы это копилка цдк благотворительности была нейтральной и она все еще была в вашем распоряжении тогда когда вы положили туда деньги то это не считается еще что вы дали цедаку и благотворительность иногда есть случаи есть времена когда человек понимает что сейчас нужно дать благотворительность кто-то болеет не дай бог у кого-то какие-то проблемы и он молится творцу и говорит помоги мне и он дает благотворительность чтобы у него было больше заслуг если это копилка на все еще в моем распоряжении тогда это не считается что я дал благотворительность поэтому если это вы решаете что вы полностью и отдаете это тому место куда это идет тогда это действительно будет считается цедакой благотворительности прямо сейчас